В этом видео мы рассмотрим установку ZEC Wallet Lite, создание нового кошелька, резервное копирование кошелька, прием и отправку средств, а также создание и резервное копирование новых адресов. Чтобы установить ZEC Wallet Lite, откройте свой браузер и перейдите на страницу ZEC Wallet Co. Нажмите на кнопку Загрузить для рабочего стола или прокрутите страницу вниз до раздела Загрузка. Нажмите на кнопку Windows MSI, чтобы начать загрузку последней версии. Как только загрузка будет завершена, нажмите на файл, чтобы запустить программу установки. Windows предложит вам две рекомендации по безопасности. В первом окне нажмите ОК. Во втором окне смарт-экрана нажмите Дополнительная информация, затем нажмите Выполнить в любом случае. Как только установка будет завершена, вам будет предложено создать новый кошелек или восстановить существующий кошелек. Чтобы создать новый кошелек, нажмите кнопку Создать новый. Вам будет предложено ввести начальную фразу вашего нового кошелька. Эта начальная фраза используется для восстановления трех адресов по умолчанию, сгенерированных вашим новым кошельком, и должна быть создана резервная копия. Скопируйте и вставьте начальную фразу кошелька в соответствующий текстовый файл или документ и сохраните. Скриншот также может служить еще одной формой резервной копии. Нажми на увеличительное стекло и ищи инструмент для обрезки. Выбери нужный режим и нажми Создать. Твой снимок экрана по умолчанию будет сохранен в библиотеке картинок в папке Скриншоты. Никогда не делись своими резервными копиями ни с кем, кому ты не хочешь, чтобы у тебя был доступ к твоим средствам. Как только ты создашь резервную копию исходного кода, нажми на кнопку Запустить кошелек. На панели мониторинга ты можешь увидеть средства, хранящиеся в каждом пуле, фруктовом саду, саженце и прозрачном, плюс итоговые суммы по всем трем. Чтобы получить средства, перейдите на вкладку получения слева, чтобы отобразить доступные адреса. Скопируйте желаемый адрес получения или QR-код и поделитесь им с отправителем. Баланс на панели мониторинга обновится, если средства будут отправлены на любые адреса в кошельке. Чтобы просмотреть детали транзакций, перейдите на вкладку транзакции. Выберите транзакцию. В деталях транзакции будет указана метка времени, идентификатор транзакции, адрес, по которому вы ее получили, сумма и любая связанная с ней памятка. Поле памятки это короткое текстовое поле, которое вы можете использовать для включения такой информации, как обратный адрес. Чтобы отправить средства, перейдите на вкладку отправить. Вставьте адрес получателей, установите сумму средств для отправки. Нажми на стрелку вверх, чтобы отправить максимум. Примени любую памятку. Ты можешь выбрать поле включить ответ на адрес, чтобы автоматически вставить обратный адрес в поле памятки. Нажмите отправить. Перед отправкой перепроверь все значения и адреса, так как операция необратима. нажми отправить. Как только транзакция будет завершена, кошелек вскоре обновит баланс. Также можно создавать новые адреса. Чтобы создать новый адрес, нажмите на вкладку получения. Нажмите кнопку «Новый адрес», чтобы сгенерировать новый адрес нужного типа. Закрытые ключи новых саженцев и прозрачных адресов должны быть экспортированы отдельно и сохранены. Нажмите кнопку «Экспортировать закрытый ключ» вновь созданного адреса. Сохрани и создай резервную копию этого закрытого ключа таким же образом, как и исходная начальная фраза. В следующем видео мы рассмотрим восстановление учетной записи, импорт адресов, обновление, удаление и полное удаление кошелька. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok